О Радха, когда же я буду идти за тобой, когда ты идешь на место встречи медленной походкой слонихи, жаждущей любовной игры? А я в это время несу божественно нежную сандаловую пасту, благовония и гирлянды и показываю тебе дорогу. Комментарий называется «Великая жажда любовных игр». Страстные желания Шри Радхи внешне проявляются так же, как и желания в этом материальном мире. На самом деле, ее желание — это чистое желание доставить радость чувствам Кришны. Но ее желание — это чистое желание доставить радость чувствам Кришны. Шри Матру Пагасвами говорит Бхакти Расамрита Синдху. «The love of the gopis has a special sweetness». Шри Матру Пагасвами говорит Бхакти Расамрита Синдху 2, 4, 284. Он говорит, «Любовь гопи имеет особенную сладость из-за того, что она внешне выглядит как обычное вожделение. Но и ученые поэтому также ее именуют, вожделение». Шри Пагасвами говорит Бх tablespoons. Шри Пагасвами говорит Бхаров. filled with so-called lusty desires showing her the way, keeping her alert and strong by telling her sweet things about Krishna and carrying Шрепада Шрепада в своей форме кинкари бежит за шримати когда она выпекает на свидание с Кришной, полное так называемых вожделенных желаний и показывает ей дорогу сохраняя ее сильной говоря ей сладкие вещи о Кришне and is carrying different ingredients for the yugala service such as divine soft sandal paste perfumes and garlands with her а также эта кинкари несет такие различные ингредиенты для служения yugala как божественно мягкая sandal паста благовония и гирлянды the anxious hero mohan is out of his mind when he sees the rasika form of nagari mani radha approaching и взбодораженный Кришна буквально сходит с ума когда видит как к нему быстро приближается форма этой rasika на garimlani radha the maidservant chastises him with the gestures of her face and with her words служанка ругает его выражением своего лица и своими словами и говорит ему она говорит ему ты свел с ума свамини своей игрой на флейте а сам спокойно сидишь здесь своей кунжи она говорит ты даже не можешь себе представить сколько препятствий я преодолела чтобы привести эту према по голени сукумари или нежную радхику сведенную с ума любовью к тебе затем служанка подводит свамини кришне и говорит вот прими свою возлюбленную how sweet is the mood of the maid servants как же сладко настроение служанок suddenly shripa spiritual vision stops and he anxiously prays to swamini's lotus feet for another audience внезапно в чём же разница между мирской страстью и между страстью, между Радхой и Муханом в духовном мире. У материальной страсти много разных векторов, не только один. И всё это касаемо материальных объектов, временных. И всё, что находится в этом материальном мире. Если мы умерли из этого материального тела, оставим этого тела, то мы не можем это взять. Это реальное. Материальное вожделение — это то, что в этом мире находится, и всё, что мы здесь стяжаем, потом с гибелью этого тела с нами не останется. Всю жизнь я чего-то хотел, но всё это бесполезно. А духовное вожделение начинается с одной точки, с одной направленности. Оно никогда не заканчивается. в развитии. В развитии. А духовное вожделение — это то, что в этом мире, и все что-то есть. В развитии. Материальное вожделение — это то, что в этом мире — мягкие, и все-таки, и все-таки, и все-таки. в себе. Только настроение удивления каждый день. Это все нарастает и исполнено позитивности. Каждый момент новое сознание. Которое удивляет нас. Это дает больше purity inside and peace and happiness. И больше чувствуются. Также чувства возрастают. И больше жизнь становится счастливой. И мы можем видеть цель нашей жизни. таково духовное вожделение. вы можете так много реализации получить благодаря ему. Гавранга Сундера будет добавить больше. Гавранга Сундера больше. Еще что-нибудь добавит. Гавранга Сундера будет добавить больше. И Гавранга Сундера тоже. кто может добавить только Гавранга или Гавра. Я говорю Гордеф вы так сказали потому что я самый лучший пример этих вожделений. кто-то There is two things. One is to eat. Showing you are doing that. But eating you use real things. And that is you work always in the kitchen of God. There is this enjoyment Гордеф Городев говорит, ты очень любишь покушать, поэтому ты работаешь в этой индустрии пищи, и ты служишь на кухне Радики. Гаура Сундра говорит, да, для меня это не работа, а как удовольствие. Гаура Сундра говорит, что ты говоришь, Городев, 15 минут, и eternally last is eternal. Это никогда не закончится, и это всегда растет. Как вы говорили, Городев, материальное вожделение всего 15 минут, а духовное вожделение, оно все возрастающее и продолжающее. Материальное вожделение, за ним стоит всегда личная корысть, а духовное вожделение под собой только имеет жажду служения, сэво, бескоростное. Материальное вожделение, иesso, только не угробное вожделение, а плюсыärtования, ахмасять, Притамрити, да, говорится, что атма-сука-прити, если мы в общем, если мы для себя делаем это кама, а если для Кришны, то это прямо. Sorry, Гавра Сундара, what you added? In the worldly last, the soul will never find the goal. What is searching for? Да, еще в материальном вожделение не может дать удовлетворение души, то есть там цели нету для души, там не будет поэтому удовлетворения. В материальном вожделении мы не можем найти прямо, чисто духовную любовь, но в духовном вожделении мы как раз и находим вожделение. is dry like the type of the person is dry we cannot make him juicy like lusty i don't know how to transform this lust when the type of person is quite passionate and quite this one this and that and lasting how how he he's like juicy and it seems like when the person is like yani and more dry here's like controlling everything so it seems like it's more better but in fact it's not can you comment on this please я спросила про гурдев говорит что очень легко сделать того кто сочный да и уже ну чувственный человек его легко сделать расиком но если он очень сухой то его тяжело сделать расиком но кажется что наоборот преданные пытаются свои чувства сдерживать жить больше в голове быть гьянистыми для того чтобы практиковать бхакти но для рогануга бхакти это не подходит поэтому я хотела чтобы вот вайшнавы и гурдев больше об этом сказали гор quá чем каждый человек себе привезли на свою жизнь вот так and then slowly slowly Мы пытаемся вырастить больше в этой природе. Городев говорит, что тебе нужно найти вот этого исполненного сока, сочную личность, и общаясь с ней, ты можешь тоже эту капельку вот этой расы, этого сока, тоже обрести и потихоньку, помаленьку, тоже трансформироваться в такую вот личность, да, сочную. Говорится о том, что в моей жизни должны произойти благоприятные изменения, условия для того, чтобы я мог найти эту сочную личность. Городев в таком смирении говорит, что я жду вашего общения. Вы все такие расики, такие сочные, я когда вижу вас, я тоже этим проникаюсь. И он в таком смирении говорит, что я тогда, видя вас, я надеюсь, что эта капелька любви меня когда-то коснется. Вин Добахини, можно я маленький вам разрешаю? Конечно. Я хотел вот эту тему вожделения, да, то есть как перевод его, да, переход на духовное направление. Ну как бы это всё красиво звучит, да, литературно. Но как вот практически сделать, да, я вот для себя нашёл 15 лет назад в книгах Анна Тадасбабыч. Вот реально рецепт. Он говорит, что вот этот вот переход, либо там избавление от вожделения, единственное, что может, ну, чем меня запили книги Анна Тадасбабыч, это то, что он говорит, погружая ум в эти игры, а просто, говорит, вожделение, оно автоматически, как, знаете, шелуха с риса спасешую, говорит, слетает. То есть никаких не надо практик, никаких там каких-то вот каяний, знаете, разочарований. То есть просто погружаясь, ну, это я вам цитирую, да, Анна Тадасбабыч, рады, рады. Это он говорит про погружение именно в любовные, вот в такие, в такую катфу, которые вы читали. В игры, в игры, в лакисоры, да, вот то, что мы читаем, Даршины, Рагуна, Адхи, Рупы, вот эти, да, эти молитвы, эти игры. Как раз же у нас же и споры-то все, что такое нельзя читать, потому что вожделение. Нет, Анна Тадасбабыч, он потом говорит, что, ну, то есть, ну, как бы, знаете, как предостережение и наставление вначале вот каждой молитвы, большой книги, у него есть такая строка, помните, он говорит, что люди хотя бы с капелькой вожделения, они, говорит, они эти книги просто откроют и закроют, то есть их невозможно, то есть, знаете, такое, как Кавача, то есть только, и он пишет, что только с чистым сердцем можно погружаться вот в эти игры. В молитвы, вот, и Руку, и Рагуна, Адхи. Ну, то есть другой человек, я говорю... У нас-то много вожделения, ну, вот как, но мы читаем под руководством того, кто, соответственно, чистый. Да, 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 рады, рады, рады. А если, а вопрос такой, а если самому читать, вот если не под руководством, то они измечают... Нет, это не вопрос, это дополнение, это как дополнение. Нет, у меня вопрос, да. Ну, вот они излечивают, смотрите, вот мы же, ну, с вожделением, ну, так или иначе читаем, и если без руководства Расика читать, то сработают они или нет? Без чистого, без Расика, сочного. Не, ну, знаете, как, конечно, ну, какие-то отголоски, да, то есть мы не сразу, мы должны утвердиться в этом. Но смысл, да, вот смысл моей всей тирады, да, это в том, что вот именно как, да, я иду по стопам Ананта Дазбабаджи, Садху Махараджи, да, Ант Кришну вообще. Они, смысл вообще вот всей, всей, да, моего вступления, это то, что погружение, оно, вот, вожделение просто отпадет, как, знаете, как ступень ракеты. То есть это даже незаметно. И поэтому, знаете, как, если это незаметно, то мы, как ум, ум-то, нам будет, знаете, как тюкать, нас дергать, говорить, что нет-нет-нет, ты падший, куда-то суешься, это недостойно, и там и окружающие будут говорить. Но мы должны погружаться, вот в чем смысл. Это послание Господа Читания, да, что манджери, бхавы испытать, вот эти игры с девочками, радхи, говинды, и вот это, вот это очистит, да, наш ум, нас привяжет, разовьет отношения. Но вот касаемо вожделения, Ананта Кашбабаджи говорит, что это просто, говорит, преданно и даже не замечает, как все отпадает. Ананта Прабутова пишет, ничего не поняла, меру своей испорченности. Напишите подробнее. Городев Рада Говинда wants to add a little bit, to share and to add. He's saying that he realized this topic about this material lust and transcendental lust. Like 15 years ago, he read from the Ананта Das Babaji's books that the only one method to get this material lust is to immerse the mind into this confidential pastimes of Radhika and Mohan, and there is no other way. And in the beginning of each book, Ананта Das Babaji's writing, like Kavacha, that if the person has this material lust, he will not read this. It will not be interesting for this. And if the person is quite sincere, of course, he has some this lust and all these things, but he's quite sincere and open, and with the proper guidance, he will read and he will relish because no other way to get rid of material lust, just to immerse the mind onto this confidential pastimes of Radhika and Mohan. And I was asking him, Radha Govinda, and you also, and if we don't have any guidance and we just read these books, will they cure us from this material understanding? So, I don't know, material lust. That we need navigation. What is the use of navigation? Where I don't understand. I'm standing in the crossing of the road. I don't know which way to go. And then, what is the navigation is there? He says, you have to go right. And then, we take the right, right? And this right, and that navigation is guiding us. And this right, and that navigation is guiding us. And this right, and that navigation is guiding us. And this right, and that navigation is guiding us. То есть, нам навигатор, он знает, куда мы хотим приехать. Он говорит, так, тебе нужно направо, и мы поворачиваем направо. Или налево, если нам нужно на другую сторону. We move in right direction. There are. Только тогда мы будем двигаться в правильном для нас направлении. So, who is navigator in our life? Who is my guide? И кто навигатор в моей жизни? Кто мой проводник? One is the goal, and one is the guide. Есть одна цель, и есть проводник. To reach the goal, one guide is important. И для того, чтобы достичь цели, нужен проводник к ней, правильно? Right. А кто себе цель не установил, им и проводник тогда не нужен. Так оно обычно и случается. Понятно? Понятно. Говинда Махини, ну вы скажите, что я опирался на проводник Ананта Дасбабаджи. То есть, это как бы... Я не... Да? Ну, я сказала, да, что вы, да, что вы из книг Ананта Дасбабаджи. Это этот рецепт, метод, да, избавления от вожделения. Thank you, Baba. Рады, рады. Ананта Дасбабаджи, what you said? I want to be in the past time. Past time of whom? To my Ishida Dev, my goal of life. That past time, that is to think of it. So, Guru Dev, first it is to fix Ishtar Dev, and then to meditate on past time, then to read these books, right? Thanks. Only you fix the goal, it's not working. I see the life of Jesus, he fixed his goal, that my father, then he says, I am the son, he is my father. If you don't accept like a son, how he can see the father? Say it. If I don't accept like a son, how I can see the father? What's wrong? Первое, нужно зафиксировать свою цель, то есть понять отношения, кто я, кто моя цель. Это для меня пример Иисуса. Он сказал, что есть мой отец и есть я, как сын. То есть он зафиксировал свою цель. Это очень сложно. Это очень сложно. То есть он зафиксировал свою цель, то есть он зафиксировал свою цель. Но стать сыном своего отца – это очень сложно, это настоящее пожертвование. Очень легко быть Богом, но любить Бога тяжело. Потому что любовь – это пожертвование, это жертва. Посмотрите, сколько мать жертвует в отношении своего ребенка или мужа, в отношении жены или в отношении других родственников. Любить это всегда пожертвовать. Но любовь – это огромное слово, что в каждом моменте ты должен уничтожить все. Что значит любить? Почему любить так сложно? Потому что каждую секунду ты должен чем-то жертвовать, переживать эту боль, внести ее внутри, ни с кем не делиться ей, переваривать ее и любить дальше. Потому что в любомáticas оно желание не искали. Что при – это любви – это любви? Что ты слышишь? «Л Mitch Юрий – это любви?Ze». «Л Donttenle умения Астрング земли? Häuser в дыхайте есть. Рысь на любви?» «Менькое – это любви?» «Мне первое – С Creative Станной Бог» Я буду спросить, если он не может воспринимать это. Если он любит это, то я сделаю это. Посмотрите, какая была ситуация. И Бог, Отец, Он видел, что Его Сына собираются так замучить, распять. И Сам Сын, как Он Себя повёл, Он всё делал для удовольствия Отца. Он никогда у Него ничего не просил, Он только Его прославлял и жил для Его удовольствия. Он Он и был очень темный, когда Он был в состоянии, и он был в состоянии, и он был в состоянии, и он был в состоянии. И они могут walk on the water, и они могут fly. Они сидят здесь, и они могут идти в Америка, и они снова говорят, они могут возвращаться. Они могут сделать это. I know many Siddha Mahatma, but what is the use to whole life to put on it, why not pay the boatman five rupees and go to the other side, why you bother for this, if you want to learn, why not you love, to love him, to develop a relation with me, why do you have to put the five rupees, to put the boatman and go that way, why you want to waste your time for that. И Гурадев говорит, что я знаю очень многих людей, которые всю жизнь развивали Siddha, и они настолько достигли такого могущества в своих вот этих мистических совершенствах, что могли ходить по воде или перемещаться в пространстве, но, говорит, зачем учиться всю жизнь вот этим ситхам, да, и ходить по воде, если можно, если цель перейти реку, то можно просто заплатить одну рупию лодочнику, и он переправит себя. Не лучше ли посвятить это драгоценное время не культивированию ситх, а любви, научиться любить, научиться отношениям? Для эфира, corazón здоров, желаючебе, условие, украл anticip즈, знамитра, Why to ask to you? Why not I will love you? Dying for material people who will not say anything. Why not I will die for who gives me everything? Why not I will love you? Why am I wasting time in other things? Only some mad people who is in love, they can give these drops in our life. Right? Right. Right. Городев говорит, зачем посвящать свою жизнь тому, тем материальным каким-то вещам, которые не ответят на твою любовь? Почему бы не посвятить жизнь тому, кто… Спасителю твоему, тому, кто дал тебе всё и даёт. И умирать там ради чего-то, ради кого-то, это бесполезно, но умереть ради своего спасителя, того, кто тебе дал всё, это очень благородно, ну, не благородно, как хорошо. Почему бы, говорит, не посвятить, что от него ничего не просить, а только прославлять? Да, зачем что-то просить от объекта любви? Нужно только его, да, ему давать. Просто он. Да. Я просто хочу сказать, не обязательно. Городеву, кто-то пришел, он говорит, что они говорят, мы пришли просто прикоснуться к вашим стопам, видимо Городева, он знает их, он говорит, нет, нет, пожалуйста, идите сюда, там мне кто-то, как мой, кто? Я сказал, ну, в общем, как кого-то он очень любит. Пожалуйста, я хочу показать вам, что они очень хорошие семьи, они пришли просто сейчас. Рады, рады. Они живут в Нойде. Ты говоришь, как мои члены семьи живут в Нойде? Он великолепный сын, в большой компании, в X-Cyter. X-Cyter? Да, да, да. Я знаю. Рамбий-Jai. Рамбий-Jai. Да, Рамбий-Jai is my son. Рамбий-Jai, they are all, every time they come and make. Говорят, мне, как сын кто-то из сыновей. Горудэ со всеми, видите, как святые, Нараль Махарадж, так же он строил со всеми отношения очень близкие, чтобы ближе всех к своему Иштадеву притягивать. Его спрашивали, почему вы ходите на свадьбы, вы же там с Аняси, он говорил. Потому что, чтобы они приходили к Иштадеву, чтобы они в храм приходили, чтобы строить эти социальные связи. Какого природа святых. Все, сейчас прасадом Горудэф накормить хочется. Рамбий-Jai. Ватико. 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 Аль-Ча. Рамбий-Ноидар. Чего? Чего? Аль-Ча. Я еще ищи. Ватико. Ижи. Ватико. Ижи. Спасибо за просмотр! Мы пытаемся негативить этот момент, потому что мы думаем, что смерть похож на греха, правильно? Мы приравниваем материальное вожделение к греху, поэтому мы так очень негативно настроены к этой теме. И как Гуру Дэв относится к этим вещам, к материальному вожделению, и прочим, к удовлетворению потребностей, он сравнивает с походом в туалет. Да, у нас есть потребности тела, мы идём в туалет, но мы же не живём в туалете весь день. Также в материальном мире мы видим, что душа не может быть без тела, ей нужно материальное тело. Без тела для души невозможно обрести опыт в этом материальном мире. Поэтому в таком плане, что это правильное употребление вожделения, когда творится новое тело для новой души. И для этого нам без вожделения не обойтись. И когда рождается, right, sure. И когда рождается ребёнок, все родители знают, сколько любви сразу появляется к этому младенцу. И мы видим, что материальное вожделение может стать причиной такой вот любви, которая потом возникает. Возникает. So, and Gurudev use also one example, that there is no sin. Only the sin is to forget Krishna or Radhika in our way. And so, as long as we use all our energies, even the material lust, in the meditation, in the service of Shri Radhika, then there is no sin. If we use all our energies, even our lust, in the service of Shri Radhika, then there is no sin. And we can grow our feelings in this way also. Then it's a positive energy. There's so much energy in this. Это источник энергии, несомненно, да, желания. И если мы их используем для Радики, да, то это как такой источник, да, вот силы. Сигмунд Фройд, you know Сигмунд Фройд? Yes. We know him. He used a special word for this energy, lusty energy. Maybe one knows this word. I can't remember. He gave them this energy, this lusty energy, a special word. Maybe someone knows this, what he used. Кто знает, Фройд, какое использовал слово для обозначения, вожделения. He understood that there is much power behind this, you know, so we cannot use it in a positive way. That's what I like to say, that we come back, come away from a negative thinking about this energy. We can also use it in a positive way. But, you know, this lust, many they are taking for lust, it's only sexual desire. But, in fact, all the same, if you want something for your own comfort and for your own sake, it's also the lust. Because I think not for everyone the problem is sex. But the problem is I want for myself, my comfort, my, how to say, for myself. It's like Gurudev is saying that if we're taking for ourselves, is it sex or is it other things? It's karma anyway. If we are seeing something very tasteful and the third is, oh, I want to take for myself. It's the same as you have a sex, same thing. So it's not a big deal. It's like this one, the reason, it's like for me, not for others, not for Radhika, but for me. So it's everything. Переведите Гавида Махини, пожалуйста. Да, и Гаура Сундара, да, он говорит, что, ну, это неплохо, да, вожделение, это энергия просто, которая, энергия желания. И куда мы её направляем, вот эта проблема, да, если мы её направляем на Радику, на духовную цель, то это не грех. То есть вот оно туда, как бы, энергия туда течёт, да. И я сказала, что многие, да, считают, что вожделение — это только сексуальные какие-то вот эти темы, но по факту нет. Потому что любое всё, что мы для себя хотим, без разницы, это, ну, Кришне и Радике — это всё равно. То ли ты посмотрел, там, захотел цветочек для себя понюхать, насладиться там, или вкусненькое съесть для себя. И то же самое с этими сексуальными делами — это одно и то же, как бы, в принципе. Так же, как Гуру Дев вот сейчас нам сказал, да, Атма Сукха Прити Ванча, да, вот этот стих, что то, что мы для себя хотим, это кама в любом виде, а то, что мы хотим для Радики, предлагаем ей, да, Радхи Кришне и Штадева, там, это према. Вот. The word libido, this word, what Sigmund Freud was giving, is libido, is energy. Libido, в общем, Sigmund Freud дал определение. And I also, I asked the question about this, you remember, Гуру Дев is saying, if someone is, like, not dry, it's better candidate to be Расика than this one who is more in mind. Can you please elaborate on this, in these things? Me? Ваиш, because now Гуру Дев is not available, he's with guests, so please share. Кундалата, yes, Кундалата Диди, she was writing in chat. But, sorry, sorry, I cannot read the same time, I cannot read and to understand the speech. So, Кундалата, Диди, you was writing so much in chat, maybe you can say something, because last Zoom, last Zoom, we wanted to see you, but we had no chance to do this. Thank you, Radhi, Radhi, to everyone. Малата, Матушка, Мата, Рада. Yes, I wanted to say thank you to Radha Govinda for his beautiful question. And I was on the class, but I had just to leave for a short time, so I missed just the question. But after I was listening, and I didn't know how to answer to you, because I couldn't write in English. And so I was waiting for today, and now Guru Дев is just not here, so I wanted to excuse me that I didn't answer to your question. Кундалата Диди говорит, что я прежде всего очень благодарна за то, что вы меня помните, что задали вопрос. В прошлый раз я была на Zoom, но мне пришлось отлучиться, поэтому я просто пропустила вопрос. И потом, когда смотрела в запись, я увидела, что вы меня спрашивали. Я очень благодарна, что вы, да, Radha Govinda, что вы помните меня, да, и спросили. И я не могу писать на английском, поэтому я дождалась сегодняшнего класса, и я подумала, как ответить на этот вопрос, и вот хочу сейчас ответить. I remember, I love you. Oh, Guru Дев, he's also back. No, you say, I also want to listen. Я говорю, тоже хочу послушать, как ты ответишь. You know, Radha Govinda has this beautiful question about the honey streams, about the lotus feet from Radhika. And it's such a very beautiful question. And I wanted to say thank you, because it brought me deeper in meditation to think about this question. And maybe I can share a little bit what was just coming through me in this moment, and when I heard your question after the class. I want to share with you how it came to me as a answer to this question. Sure. Welcome, welcome. Thank you, Guru Dev. This is something that we can feel, I think. But first we need close association from Guru Dev. Это то, что мы можем почувствовать, мне так кажется, но сначала нам нужно иметь близкое отношение с Гуру Дев. Сначала с Гуру Девом, а потом и с Гуру Манджари. И тогда мы сможем это почувствовать. Потому что нет таких слов. Богok, AEG. Тогда мы сможем это плеч. И будем прибытие. Это то, что мы сможем � границы, это то, что мы сможем очень доводить. повосевствовать —頻50г — и наградом, с романом с Гуру Цевью. get the mercy and then we will see with divine eyes. Посредством любви, Гору-деву, посредством любви и милости мы обретем это божественное видение, милость божественных глаз. And all good all all good all all will be fine my blessings beautiful beautiful crazy more more okay and with divine heart and we also can feel and see the never ending honey stream from the lotus feet from our most dear swamini everywhere 24 and and посредством этого божественного sorry can you repeat this divine and divine heart and divine heart we also can feel and see we can feel and see and see the never ending honey stream from the from the lotus feet from our most dear swamini everywhere from the lotus top of our dear swamini and we will see 24 on 7 24 часа 7 days this is the beauty this honey stream never stop it's a never ending flower it's a and this makes our dear Mohan so mad thank you dear Rada Govinda for this beautiful meditation спасибо дорогой Rada Govinda что дали такой повод для прекрасной медитации thank you Kunda Govinda 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 добавлю вот в ее вот этот поток просто из моего личного опыта то что я читал последние дни представляете что вот эти препятствия в виде гнева джатила кутила ну как бы позитивной чандравали они вот этот поток они его заставляют скипеть представляете эта сладость еще кипящ то есть ну понятно что он не жгет но вот этот поток он еще закипает вот от препятствий и потому что вот эти пхавы эти расы это удовлетворяет Кришну наилучшим образом и поэтому она это проявляет рады рады рада говинда он джатил все таки это реализация о кундалата диди это это ханни джатил is never ending and going and it's also boiling because so many obstacles on radhika's path and all these like not favorable obstacles they like make this stream boiling boiling and it's for krishna it's the most relishable then wonderful yes i can feel like he is sharing thank you but that we become all with honest sweet history because that his stress happiness everything to for the goal happening that how i reach it and this problems many come in that way but remember father we have a one beautiful i'm very happy very happy when this desire grow inside his best wishes are the same jayga. очень счастлив это желание должно расти внутри и что raga bhakti это вот этот поток да ради одной цели в одну точку в одну цель и тогда все счастья и несчастья будут восприниматься одинаково потому что они не будут иметь значение на пути к этой цели Винда Махини, там еще у нас на Zoom давайте, пока пошла такая пляска, у нас есть Чавана там сидит, там Джагатам сидит и Утхава, вот мне прям я жажду ну если вот от них, может быть сегодняшнюю тему или вот прошлый вопрос, когда они ответят рады, рады thank you, bye-bye рада Говинда, he's asking to Джагатама, to Удава, Чаванайдиди to share also, he's very eager to listen from them, their feelings their hearts about this, that question the last time was about HoneyStream or about today's topic, he's very eager to listen to this Vaishnavas Утхава is also waiting somebody ask рады, рады 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 я думал о Ковиде Махини и о том, что Сумити читал о о том, что сердце должно быть сочное да, что с сочным сердцем есть иногда проблема, что она не такое сочное оказывается So, first material lust is healing and spiritual lust is feeling with another и this difference grows, of course wanting spiritual loving is wanting what your lover wants feeling what your lover feels and in the very highest form this is feeling and wanting what рады рады wants да материальное это просто это мои чувства во главе угла но духовное это то, что хочет мой возлюбленный его чувства ставятся на первое место и в наивысшем проявлении это чувства нашей радхики то есть они являются для нас на первом месте ее потребности и чувства и то, что Сунити прочитал из комментария что Кришна играет на своей прекрасной флейте и он является величайшим непревзойденным игроком на флейте он сводит всех с ума и он даже не знает об эффекте своей игры он царь всей вселенной и наилучший игрок на флейте но он даже не знает что чувствует вся вселенная при этом в английском We have this nice expression. He's a bull in a China shop. In Russian, it's like an elephant in the shop where this kitchen, this plate is selling. The bull is better because the bull is beautiful and strong and powerful and opulent and breaking everything around it. Yes, in Russian, the same, but with a elephant. It's in German? Ah, in English, English, probably. На английском есть у нас слон в посудной лавке, а на английском это бык в магазине этих сервизов, китайских сервизов. So Krishna is the sensual bull in the China shop, the erotic bull in the China shop. That means he's full of juice, he's full of sensual power, and he's breaking everything he's not seeing what that other wants and needs and feels. Sorry, why he's breaking? He's the erotic bull in the China shop. So why? Why he's breaking all these fragile things? Why? He's full of erotic power, sensual power and beauty, and he's breaking the fragile plates of Bradadana, because he's not listening and feeling with her, feeling her needs and desires. I see. И Удава Прабу сравнивает, почему он похож на этого быка в посудной лавке, потому что он настолько, Кришна, он воплощение всей этой трансцендентной камы, он исполнен всей этой мощи, желания и вожделения от этого трансцендентного, и он разбивает дребезги просто, своей игрой на флейте, с собой, с самим прекрасным, сердца, всё-всё-всё, он не осознаёт вот этой мощи своего воздействия на всех. So and so, mate servant is calling him, like, you are not aware, like this. That's what I was thinking about. И поэтому служанка, она его ругает прям сильно, вот мы в комментарии читали, да, она говорит, ты что творишь? Ты зачем так играешь? Посмотри это Сукумари, как она ринулась к тебе, сколько препятствий мы преодолели вообще, что ты вообще думаешь, что ты делаешь? Thank you, beautiful. Слон в посудной лавке. If they are listening to us, they also share something on this topic. Просто, может быть, они тоже, ну, если у них не включено, они могут отойти. And can I share a little bit about my experience with this reading of Ananta Das Babaji's books and how it was before and now, it's like a very big shift in my personal story. I used to read this beautiful Vilapakus Umanjali many, many years ago. I was already practicing something under the guidance of Shilagurudev, Narayana Maharaj, but, you know, when I was reading this Vilapakus Umanjali and these intimate pastimes, for me, it was disturbing because I don't like all this, how to say, sensual, these sexual things. For me, it's not for me. I don't like this rasa in mundane. And when I was reading, for me, it's also, it was not beautiful. I was trying, I was like, I was understanding that this is about like Krishna, like God and Goddess and it's not a mundane, but for me, it was not so like tasteful. But some miracle had happened when I met you and I was starting to listen from you and suddenly I caught myself like I'm reading and I'm feeling beauty, beauty and pure. Like it's all, it's very, I don't know, it's the one word, the proper word is like beautiful. When I'm reading this, I'm feeling that it is beautiful. And for me, it's like changing like completely because it used to be like I don't want to touch this, I don't want to look at this. But now I'm feeling that it is very, very beautiful and very sweet and inside heart I'm feeling like something is moving like very, very sweet, something very beautiful. So for me, it's really like realization that we should read with Srasika not just reading. And even if we have a Srasika guru and this initiation and all the mantras and we are with, I think I'm quite a sincere I was trying to read but for me anyway, it's not enough. It was not enough. But when I'm, when I started to listen from you, it's like to read it like with a lens, with a proper lens. and for me now it's completely different and now I cannot read anything else because no beauty and here it's, it's really, it's something nourishing the heart with this beauty, beauty and sweetness and everything. And in other books, I'm, now I'm not feeling such nourishment. so it's only because of Srasika and it's like 100% true. I said, I wanted to share with this topic about reading about reading Rasa Shastr or not reading Rasa Shastr, how to read them, read them and read them and read them. I have a realisation so that I tried to read Vila Paku Sumanjali and read them and my parents and my friends my guru and me sent them some of the перевody of these books. And I read and all these чувственные things, which are попадated in these books, for me were like, I didn't want to because I don't really this topic I love all these in the world. For me there is no beauty in these all these themes there is no I didn't want to know that it's 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 but for me it was like not for me I didn't видишь красоту, видишь чистоту, и в сердце что-то просто рождается. Я не знаю, какое-то удивительное чувство насыщения, такое чувство чистое и такое возвышенное. Ну что-то, короче, поменялось очень сильно. И я поняла 100%, что просто чтения книг недостаточно, даже если у тебя там есть посвящение от гуру квалифицированного, и вроде как у тебя и намерения нормальные, но вот такие шастры нужно читать только с Расиком, только под его руководством, из его уст, и тогда что-то вот в сердце действительно меняется. Сначала и что-нибудь. Что такое штаништха, зафиксировать цель? И это действие гуру Дева, это его как навигатора, он должен как навигатор вам поставить цель, зафиксировать эту и что-то и что. Если штаништх не зафиксирован, то ум всегда будет откатываться, ну вот эти материалистичные все сравнения. Когда штаништх не зафиксированы, то вы не сможете думать о мирском. Тогда, если штаништх зафиксирован, то мирская жизнь уже не будет для вас вкусной. Если штаништх не зафиксирован, то я буду, ну, другого выхода нет, буду в материальной жизни вкусно ходить. И это неправильный путь. И это неправильный путь. Мы делаем навигацию, не используем, мы делаем наши идеи, наши плохие ошибки, опять же мы делаем это. Мы начнем активно в мунденном материале. Если у нас нет навигатора, то мы будем в нашей материальной жизни сами вариться, там принимать какие-то решения и снова и снова ошибаться. Then what will happen? With the quoted shammai, where I see, I see only you. My swami, only I see you. There is nothing for me, Adha. It will be divine vision will come only by fixing this today. Ну, как только Городев поможет вам зафиксировать Иштадева, то что произойдет, как в этом стихе, что куда бы я ни посмотрела, я вижу везде тебя, моя Радика. То есть у вас ничего не будет не связанного с ней больше. Но моя сварупа не приходит. Я не могу понять, кто же я, не могу понять. Астай бха из-натва. Then, this астай бха will come also by navigation. Then mantra detairs, you will chant Викша mantra. In detairs, then realization will come more. Sorry, Gurudev, if to chant, if to chant Gayatri mantras, this, can you repeat this? All Dikshya mantra, if you chant, by understanding will come by chanting. Understanding not come by telling to you. By chanting you will realize the mantra. Gurudev говорит, что почему я не могу осознать свой духовный облик, потому что у меня нету стаи бава, не зафиксировано. И это тоже помогает Gurudev в этом. И как этот процесс происходит? Не то, что он только Dikshya mantra даёт, но нужно повторять Dikshya mantra для того, чтобы оно раскрылось, и стаи бава зафиксировалось. Продолжение следует... So, people ask, how many rounds I have to chant? I never say you do this, there are so many rounds. This depends upon you, how fast you want. This is person-to-person. Somebody don't want in this life, somebody want in this life, somebody don't want to be delayed. This depends upon the person. Вы говорите о чантинге дикша-мантрах? Да, дикша-мантра, да, дикша-мантра. Харинам is a done realization of харинам is clear. Without chanting, дикша-мантра, nothing will clear. И Гуру Дев говорит, что без повторения на четках множества кругов дикша-мантра не придет это понимание. Сначала дикша-мантры повторяем, потом харинам. И Гуру Дев говорит, сколько повторять дикша-мантры на четках? Потому что кто-то хочет в этой жизни осознать быстрее, а кому-то и в следующей жизни. То есть ему нормально, если будет очень процесс медленный. Поэтому я, Гуру Дев говорит, не фиксирую количество повторений. Дев говорит, что не хринам, мими. Сальфы-лайбус. Автоматично. Как быстро? Это может происходить в один день, и все. И это может происходить в 10 лет. Ничего. Это зависит от того, как много лет есть. И придет, благодаря повторению дикша-мантры, осознанию их, придет и понимание харинама. Это может произойти не за один день, и также 10 лет можете повторять, и ничего не будет. Все зависит от жажды. И тогда мое самоотождествление истинное будет понятное, и тогда придет эта связь. Это все зависит от жажды. Все зависит от жажды. Когда у меня все есть, да, и я зафиксирован в своей идентичности. Иначе, если идентичность не зафиксирована, да, духовная, то это будет как санчари. Это будут волны, которые приходят, уходят. Санчари, да, это то, что приходит, уходит, как волнами, да, это не зафиксировано. Продолжение следует...